Библиотека Архангельский литературный музей предлагает своим читателям ко дню рождения Константина Симонова вспомнить историю создания его поэмы «Сын артиллериста» и послушать это замечательное произведение. Константин Симонов – поэт, прозаик, драматург, публицист, военный корреспондент и киносценарист. Он родился 15 ноября 1915 года. Первые стихи поэта были напечатаны в 1936 году в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь». Тема мужества является центральной в его творчестве. Великая Отечественная война – особый период в творческой биографии Симонова. Он побывал едва ли не на всех фронтах, в том числе и на Карельском фронте. Был корреспондентом многих военных газет. В октябре 1941 года Константина Симонова командировали на север. Вместе с фотокорреспондентом Михаилом Бернштейном они решили добираться на Кольский полуостров через Вологду и Архангельск. «Вылетев из Вологды», – записал Симонов в своем дневнике, – «мы примерно через два с половиной часа прилетели в Архангельск. Сели на Кегострове, напротив Архангельска. Все кругом было низко и плоско. Серое море, серый широко раскинувшийся северный город, много простора, много дерева. Холодно и красиво». Вот так описывает Архангельск Константин Симонов в тот период. На севере писатель тогда пробыл полтора месяца. Вскоре он отправился на полуостров Рыбачий, самую северную точку фронта, где наши части, несмотря на отчаянные попытки фашистов прорвать оборону и захватить полуостров, не отступили от государственной границы. О героических военных буднях защитников Рыбачьего Симонов рассказывал в своих корреспонденциях и очерках. Некоторые из них были напечатаны и в Архангельской газете «Правда Севера». На полуострове Рыбачьем у Симонова появилось много верных и добрых друзей. Всюду писатели встречались с большой любовью, не раз просили прочитать ставшее к тому времени знаменитым стихотворение «Жди меня». В Архангельске Симонов, переполненный впечатлениями от встреч с военными моряками на полуострове Рыбачьем и полуострове Среднем, пишет поэму или балладу, как некоторые ее называют, «Сын артиллериста». Интересная история создания этого произведения. В последний день пребывания Симонова на полуострове Рыбачьей майор Ефим Самсонович Рыклис, командир 104-го армейского артиллерийского полка, рассказал случай о том, как в июле 1941 года он был вынужден послать на корректировку артиллерийского огня на одну из высот полуострова Средней лейтенанта Ивана Лоскутова, сына своего старого армейского друга. 31 июля 1941 года вместе с двумя радистами лейтенант Лоскутов взобрался на высоту и оттуда в течение шести суток по рации корректировал огонь артиллерии. По данным, передаваемым Лоскутовым, огнем была уничтожена минометная батарея, большая группа пехоты, несколько пулеметных точек. Однако вражеские войска определили местонахождение корректировочной группы и атаковали высоту, окружив ее со всех сторон. И тогда бойцы решили вызвать на себя огонь нашей артиллерии. Когда они передали такую команду, командир полка посчитал, что это ошибка, и переспросил. И только после вторичной команды на высоту обрушился шквал нашего арт-огня. Наступавшие немцы частично были уничтожены, а остальные обратились в бегство. В период обстрела Лоскутов с товарищами остались живы, но радиостанция была разбита. Пораженный этой невероятной героической историей, Константин Симонов и написал произведение «Сын артиллериста». Прототипом лейтенанта Петрова послужил лейтенант Иван Лоскутов, прототипом майора Деева – майор Ефим Рыклис. Более того, в поэме указано место действия, соответствующее реальным событиям – полуостров Средний. И отец Ивана Лоскутова действительно воевал на южном участке фронта, но не погиб, а получил тяжелое ранение. Произведение было написано в ноябре 1941 года по возвращению из Мурманска в Москву, в Архангельске. Как признавался потом Симонов, поэму он написал буквально за одни сутки, в один присест. «Самого героя поэмы я тогда не видел. Историю его подвига запомнил, а фамилию не записал и поэтому забыл. И эта моя журналистская оплошность принесла мне потом много хлопот», – вспоминал Константин Михайлович. После войны поэму «Сын артиллериста» включили в круг чтения школьников пятого класса. По признанию автора, дети со всех концов страны стали писать ему, спрашивая о судьбе Леньки. Со слов Константина Симонова ему приходилось отвечать, что он не знает его судьбы. И только в 1964 году он узнал, что сын артиллериста жив и здоров и по-прежнему служит в артиллерии, но только теперь уже не на крайнем севере, а на Дальнем Востоке. В 1966 году Симонову пришло письмо от героя его поэмы Ивана Алексеевича Лоскутова, где он подробно описал тот эпизод, который послужил основанием для создания поэмы. За свой подвиг Лоскутов был награжден медалью «За отвагу». Прошел всю войну вместе со 104-м артиллерийским полком, воевал с Японией, а после служил на Тихоокеанском флоте и вышел на пенсию в 1978 году в звании полковника. Впервые баллада «Сын артиллериста» была напечатана в Архангельской окружной газете «Патриот Родины» 3 ноября 1941 года и вскоре после публикации исполнена со сцены Архангельского драматического театра артистом Сергеем Николаевичем Плотниковым. Сам Плотников вспоминал «В скупых, мужественных строках открылись такие вершины морального духа. В обыкновенном Леньке, майоровом сыне, увиделись миллионы таких же мальчишек, которые проливали кровь на фронте, сутками стояли у станков в тылу. Никогда, ни до, ни после не работал я с таким воодушевлением, как над этим произведением». Думаю, вы с удовольствием послушаете эту поэму. Итак, «Сын артиллериста» Константин Симонов. Был у майора Деева товарищ майор Петров. Дружили еще с Гражданской, еще с 20-х годов. Вместе рубали белых шашками на скаку. Вместе потом служили в артиллерийском полку. А у майора Петрова был Ленька, любимый сын. Без матери, при казарме, рос мальчишка один. Если Петров в отъезде бывало вместо отца, друг его оставался для этого сорванца. Вызовет Деев Леньку. «А ну, поедем гулять, сыну артиллериста пора к коню привыкать». С Ленькой вдвоем поедут в рысь, а потом в карьер. Бывало, Ленька спасует, взять не может барьер. Свалится и захнычит. «Понятно, еще малец». Деев его поднимет, словно второй отец. Подсадит снова на лошадь. «Учись, брат, барьеры брать. Держись, мой мальчик, на свете. Два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая уж поговорка у майора была. Прошло еще два-три года, и в сторону унесло Деева и Петрова военное ремесло. Уехал Деев на север, и даже адрес забыл. Увидеться — это б здорово. А писем он не любил, и оттого должно быть, что сам уж детей не ждал. О Леньке с какой-то грустью часто он вспоминал. Десять лет пролетело. Кончилась тишина. Громом загрохотала над родиной война. Деев дрался на севере. В полярной глуши своей иногда по газетам искал имена друзей. Однажды нашел Петрова. Значит, жив, здоров. В газете его хвалили. На юге дрался Петров. Потом, приехавши с юга, кто-то сказал ему, что Петров Николай Егорыч геройски погиб в Крыму. Деев вынул газету, спросил, какого числа. И с грустью понял, что почта сюда слишком долго шла. А вскоре в один из пасмурных северных вечеров к Дееву в полк назначен был лейтенант Петров. Деев сидел над картой. При двух чадящих свечах вошел высокий военный, касая сожень в плечах. В первые две минуты майор его не узнал. Лишь босок лейтенанта о чем-то напоминал. «А ну, повернитесь к свету!» И свечку к нему поднес. Все те же детские губы, тот же курносый нос. А что у сыток? Ведь это сбрить и весь разговор. Ленька! Так точно, Ленька! Он самый, товарищ майор! Значит, окончил школу. Будем вместе служить. Жаль, до такого счастья отцу не пришлось дожить. У Леньки в глазах блеснула непрошенная слеза. Он скрипнул зубами, молча отер рукавом глаза. И снова пришлось майору, как в детстве, ему сказать «Держись, мой мальчик! На свете два раза не умирать! Ничто нас в жизни не может вышибить из седла!» Такая уж поговорка у майора была. А через две недели шел в скалах тяжелый бой. Чтоб выручить всех, обязан кто-то рискнуть собой. Майор к себе вызвал Леньку, взглянул на него в упор. По вашему приказанию явился, товарищ майор. Ну что ж, хорошо, что явился. Оставь документы мне, пойдешь один, без радиста. Рация на спине. И через фронт по скалам ночью в немецкий тыл пройдешь по такой тропинке, где никто не ходил. Будешь оттуда, по радио, вести огонь батарей. Ясно? Так точно, ясно? Ну, так иди скорей. Нет, погоди немножко. Майор на секунду встал, как в детстве. Двумя руками Леньку к себе прижал. Идешь на такое дело, что трудно прийти назад. И как командир тебя я оттуда посылать не рад. Но как отец? Ответь мне, отец я тебе или нет? Отец, сказал ему Ленька и обнял его в ответ. Так вот, как отец, раз вышла на жизнь и смерть воевать, отцовский мой долг и право сыном своим рисковать. Раньше других я должен сына вперед посылать. Держись, мой мальчик. На свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Понял меня? Все понял. Разрешите идти? Иди. Майор остался в землянке. Снаряды рвались впереди. Где-то гремело и ухало. Майор следил по часам. В сто раз ему было бы легче, если бы шел он сам. Двенадцать. Сейчас, наверное, прошел он через посты. Час. Сейчас он добрался к подножию высоты. Два. Он теперь, должно быть, ползет на самый хребет. Три. Поскорее бы, чтоб его не застал рассвет. Деев вышел на воздух. Как ярко светит луна. Не могла подождать до завтра. Проклята будь она. Всю ночь, шагая как маятник, глаз майор не смыкал, пока по радио утром донесся первый сигнал. Все в порядке. Добрался. Немцы левее меня. Координаты 3.10. Скорей давайте огня. Орудия зарядили. Майор рассчитал все сам. И с ревом первые залпы ударили по горам. И снова сигнал по радио. Немцы правее меня. Координаты 5.10. Скорее еще огня. Летели земля и скалы. Столбом поднимался дым. Казалось, теперь оттуда никто не уйдет живым. Третий сигнал по радио. Немцы вокруг меня. Бейте 4.10. Не жалейте огня. Майор побледнел, услышав 4.10. Как раз то место, где его Ленька должен сидеть сейчас. Но не подавши виду, забыв, что он был отцом, майор продолжал командовать со спокойным лицом. Огонь! Летели снаряды. Огонь! Заряжай скорей! По квадрату 4.10. Било 6 батарей. Радио час. Молчало. Потом донесся сигнал. Молчал. Оглушило взрывом. Бейте, как я сказал. Я верю, свои снаряды не могут тронуть меня. Немцы бегут. Нажмите. Дайте море огня. И на командном пункте, приняв последний сигнал, майор в оглохшее радио, не выдержав, закричал. Ты слышишь меня? Я верю. Смертью таких не взять. Держись, мой мальчик. На свете два раза не умирать. Никто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. В атаку пошла пехота. К полудню была чиста от убегавших немцев скалистая высота. Всюду валялись трупы. Раненый, но живой, был найден в ущелье Ленька с обвязанной головой. Когда размотали повязку, что наспех он завязал, майор поглядел на Леньку и вдруг его не узнал. Был он как будто прежний, спокойный и молодой, все те же глаза мальчишки, но только совсем седой. Он обнял майора прежде, чем в госпиталь уезжать. Держись, отец, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка теперь у Леньки была. Вот такая история про славные эти дела на полуострове Среднем рассказана мне была. А вверху над горами все так же плыла луна, близко грохали взрывы, продолжалась война. Трещал телефон и, волнуясь, командир по землянке ходил. И кто-то так же, как Ленька, шел к немцам сегодня в тыл. Субтитры сделал DimaTorzok